Слышно? Да, слышно. Слышно, слышно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рады вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре по реализации проекта Центр педагогической поддержки родителей. Позвольте представиться. Меня зовут Аскарова из Датилла Гысона, старший научный сотрудник научно-методического отдела Национального института гармоничного развития человека. Я буду модератором сегодняшнего вебинара. Просьба слушателям, пожалуйста, отключите звуки, и вам надо пройти регистрацию в чате вебинара в Зуме. До сегодняшнего дня на вебинарах мы рассматривали, рассмотрели множество актуальных тем. Все темы направлены на 4 благополучия ребенка. Это когнитивное, социальное, эмоциональное и физическое благополучие. По концепции Абая Кнамбаева Толла Хадам. И одной целью всех занятий является обеспечение благополучия детей через развитие культуры позитивного родительства. Сегодня о формировании позитивного родительства, цели, принципы, содержания, инструментах контроля и саморегуляции современного человека расскажет нам кандидат педагогических наук, ученый-секретарь, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Национального института гармоничного развития человека Калиева Гульсара Исламгазимна. Вам слово. Спасибо. Добрый день, коллеги. Итак, тема нашего вебинара сегодня. Вот я немножечко покороче сформулировала. Самое главное, с чем мы сегодня должны познакомиться с вами, это само понятие позитивное родительство. Что это такое? Какова его сущность? Его принципы? Его содержание? Будьте добры, следующий слайд. Цель нашего вебинара – это развитие компетентности педагогов в области позитивного родительства для того, чтобы они могли эффективно формировать педагогическую культуру родителей на занятиях Центра поддержки родителей, которые организуются в наших организациях образования. И задачи мы себе ставим сегодня такие – ознакомить с сущностью понятие позитивное родительство, охарактеризовать его принципы, раскрыть понятие осознанности как основы механизма позитивного родительства. Следующий слайд. Вопросы мы с вами рассмотрим сегодня такие. Что такое позитивное родительство? Каковы принципы и правила позитивного родительства? Сильная сторона ребенка – как их определить? Какие механизмы существуют для развития навыков позитивного родительства? Само понятие позитивное родительство имеет корни в позитивной психологии. Известный американский психолог, которого вы сейчас видите на слайде, Мартин Селлигман, один из основоположников позитивной психологии, описал в одной из своих книг такое ключевое, на его взгляд, событие, которое подтолкнуло его к изучению позитивного воздействия на человека. Следующий слайд, будьте добры. Вот на этом слайде вы видите сам небольшой рассказ. Я буду иллюстрировать некоторые вещи, некоторые положения, теми заданиями, которые мы разработали для Центра поддержки родителей, именно для самих занятий с родителями. Так вот, Селлигман рассказал в одном разговоре со своей дочерью, который произошел, когда он работал в саду. Он такой целенаправленный человек, он не любил отвлекаться от работы, если уж чем-то занимался. А дочь маленькая ему мешала, но она баловалась немножко, танцевала, пела, разбрасывала сорняки. И Мартин рассердился на свою дочь и велел ей уйти. Она ушла, но через какое-то время вернулась. И напомнила отцу о том, что раньше она была такой флаксой, она по всякому поводу хныкала. Но потом как-то она сама решила, что больше не будет флаксой. И как-то постаралась справиться с этим недостатком. Хотя ей это было и непросто. Ники сделала для себя свой вывод, что она может измениться сама. И тогда она сделала вывод в отношении отца. Значит, и папа тоже может измениться, и без нужды на нее не ворчать. И вот Мартин Силлиманс пишет, что этот разговор стал для него откровением. Он признал правоту дочери и сделал такой вывод, что воспитание – это вовсе не исправление ошибок, недостатков, отклонений. Ребенку необходимо учиться делать это самому. А цель родителей должна быть в том, чтобы питать и поддерживать его внутренние силы, которые он проявляет. Именно такие внутренние силы, если с помощью взрослых, с помощью родителей и педагогов ребенок к себе разобьет, они будут тем наилучшим барьером против каких-то слабостей, каких-то препятствий, которые, конечно же, встретятся ему на дальнейшем его жизненном пути. И вот к этому, если вы будете обсуждать с родителями этот случай, вы можете задать такие вопросы. Выслушиваете ли вы мнение своих детей? Позволяете ли вы им критично высказываться в свой адрес? Принято ли это в вашей национальной культуре? Выскажите свое мнение. Ну, а главный вывод, который мы можем из этого сделать, это то, что необходимо фокусироваться на сильных, хороших сторонах, которые есть, несомненно, у каждого ребенка. Таким образом, позитивное родительство в данном случае понимается как такие отношения с ребенком, которые позволяют ему, во-первых, вырасти полноценным и здоровым человеком, но также они наполняют жизнь и детей, и родителей положительными эмоциями, приятными воспоминаниями. То есть это такой стиль отношений, где воспитание строится на основе любви и понимания, опоры на сильные стороны ребенка, а не на следовании нормам и страхе наказания. Следующий слайд, пожалуйста. Каковы принципы и правила позитивного родительства? Ну, прежде всего, давайте посмотрим, что такое принцип и что такое правило. Принцип воспитания, в данном случае мы говорим уже конкретно именно о принципах воспитания, это, по сути дела, идея, убеждение, на котором родитель основывается в своих отношениях с ребенком. А уже принципы, вот это убеждение реализуются через конкретные правила, конкретные нормы, способы решения конкретных воспитательных задач, которые, собственно говоря, устанавливаются именно родителями, именно взрослыми. И вот здесь вы тоже можете использовать такое задание, разделив родителей на группы. Ну, вы знаете, как это делается, прекрасно это используете. И вот такое задание. Сформулируйте ваше понимание данного принципа. Каждой группе дается один принцип. В каких ситуациях вы будете поступать, учитывая этот принцип? Сформулируйте одно правило, реализующее принцип, который вы объясняете. Посмотрите на эти принципы. Принцип первый. Отличаться от других нормально. Принцип второй. Совершать ошибки нормально. Третий принцип. Проявлять негативные эмоции нормально. Принцип четвертый. Выражать свое несогласие нормально. Вот когда родители, для которых, возможно, эти принципы будут звучать несколько и даже совсем непривычно, скажем так, выступят со своим пониманием этого принципа и приведут какое-то правило, желательно, конечно, и поговорить на тему, почему эти принципы являются ведущими идеями позитивного родительства. Но если мы еще раз обратим внимание в общем на эти принципы, то мы увидим, что они сформулированы как бы в аспекте ребенка. Теперь рассмотрим принципы позитивного родительства с позиции родителей, с позиции взрослых. Следующий слайд будет добавить. Принцип первый. Ориентируйтесь на своего ребенка. Что это значит? Это значит, что родителям нужно помнить, что ребенок в своем развитии, до того, как он станет взрослым, проходит много этапов. И эти этапы довольно сильно отличаются один от другого. И у каждого из этих этапов есть свои особенности. Как педагоги, профессионалы, вы, конечно же, знаете о возрастных особенностях развития детей. И об этом тоже нужно говорить родителям. Необходимо ставить себя на место ребенка, особенно в сложные моменты. именно потому, что ребенок в его возрасте, возьмем ли мы это, особенно, конечно, дошкольный возраст, но и младший школьный возраст, конечно, и подростковый период, еще не обладают теми знаниями и тем опытом, который имеет взрослый. Допустим, те же трудности с дисциплиной, по сути дела, они объективно существуют, они, если хотите, нормальны для определенных периодов возрастных кризисов. И конфликты в данном случае, если они правильно разрешаются, находят позитивное разрешение, они помогают ребенку развиваться. Необходимо обращать внимание на язык потребностей своего малыша. Здесь больше, конечно, имеется в виду младший возраст, но это абсолютно свойственно и детям, и в подростковом, и в старшем возрасте. Потому что мы должны, безусловно, обращать внимание не только на его слова, и, может быть, какие-то конкретные поступки. Мы должны понимать его невербальные проявления. Вы знаете, что относится к невербальным. Я не буду останавливаться сейчас на этом. Необходимо выставлять требования к ребенку, естественно, в соответствии с его возрастом. Принцип второй. Фокусируйтесь на хорошем. То есть, вот об этом только что говорилось, и выше, что нужно опираться на сильные, хорошие стороны, которые есть у каждого ребенка. Замечайте, прежде всего, их. Замечайте его способности, достижения. И говорите о них, хвалите за это ребенка. И вот еще тоже очень важный момент. Сравнивайте своего ребенка только с самим собой, а не с другими детьми. То есть, то, каким он стал через некоторое время, если что-то в себе преодолел. Чему-то научился, стал лучше. Ну, и еще одно. Это, конечно, может быть очень трудное такое правило, в принципе. Не позволяйте рутине захватить вас. То есть, конечно, у родителей, и особенно у матерей, настолько большая нагрузка в отношении детей, которая касается, прежде всего, их физического развития, их образа жизни. Что, то есть, это надо позаботиться о том, чтобы ребенок был накормлен, чисто одет, ну, и так далее, и так далее, да? Вот. Что иногда эти заботы заслоняют перед родителями вот вещи более важные. Ну, и если выставлять, да, значит, я немножко недоговорила по первому принципу, извините, я к нему вернусь. То есть, если выставлять требования к ребенку в соответствии с его возрастом, то ребенок охотнее пойдет на компромиссы, если какие-то запреты родительские будут устанавливаться в доброжелательной атмосфере и понятным для него языком, с понятной для него аргументацией. Ну, и снова вернемся ко второму принципу. Значит, когда вы в повседневных делах, ну, я имею в виду родителей, естественно, ну, и вы, педагоги, тоже родители, когда вы в повседневных делах, бывает так, что забываете показывать детям свою любовь, можно, допустим, просто сажаете ребенка в машину, обнимите его, перед сном обнимите, просто чаще улыбайтесь ребенку. Даже таких простых вещей бывает достаточно для того, чтобы ребенок чувствовал любовь и понимание в семье. Принцип третий. Забота нужна не только детям. Вот это как раз о родителях, что если в вашей семье появился ребенок, и, безусловно, он теперь является центром семьи, тем не менее, нельзя забывать заботиться о себе, дать себе восстанавливаться, потому что, ну, вот, иногда для какой-нибудь мамы очень важно, чтобы в доме была чистота, порядок, и иногда это имеет такой немножко гиперстофированный характер, но для ребенка, наверное, все-таки важнее, чтобы рядом с ним была отдохнувшая, улыбающаяся мама, может быть, при некотором беспорядке в квартире. Ну, и старайтесь, безусловно, осознавать свои эмоции перед тем, как отмечать, отвечать ребенку. Это очень важно, потому что, если ребенок видит, что мама не делает поспешных выводов и держит свои эмоции под контролем, он не только лучше понимает ее требования, но и сам учится контролировать свои чувства, он копирует ее поведение, может, даже и неосознанно, конечно. Значит, вот это принцип четвертый, который гласит о том, что идеальных родителей не существует. Есть такая, высказывается такая фраза, что быть родителем – это искусство, а искусству всегда нужно учиться. Искусство требует, родительское искусство требует постоянного саморазвития, помощи, поддержки. И поэтому нужно не стесняться, учиться, принимать новое, принимать, может быть, чужую точку зрения, но и отстаивать свою. Вот мы не можем быть все время, любой взрослый человек, родители все в том числе, не могут быть все время спокойные, собранные, как-то вот продуктивные, каждый момент. Поэтому всегда возникают моменты, когда мы бываем неправы по отношению к детям. И поэтому необходимо учиться искренне извиняться перед детьми, говорить о том, что вы неправы, делать выводы из этих неприятных ситуаций, и, конечно, стараться найти способы избегать их в будущем. Будьте добры, следующий слайд. Ну, вот мы с вами поговорили немного о принципах, правилах осознанного родительства. О том, во-первых, что это такое, и каковы его принципы и правила, по сути дела его содержания. А вот каковы же инструменты, психологи считают, что современным инструментом самоуправления личности является прежде всего осознанность. Такое качество личности, как осознанность. В психологии осознанностью называют способность человека в каждый данный момент замечать свои мысли, эмоции, ощущения, в том числе физические ощущения. При этом желательно, не нужно критиковать и оценивать себя и тот опыт, который вы переживаете при этом. Вот психологи предлагают следующие простые способы поддержания осознанности. Ну, во-первых, необходимо, конечно, научиться управлять своим вниманием. постарайтесь найти время, чтобы ощутить хорошо окружающую обстановку с помощью всех своих органов чувств. Ну, например, допустим, вот здесь такой пример приводится. Когда вы едите любимое блюдо, сконцентрируйтесь, как оно пахнет, какой у него вкус, насладитесь своими ощущениями. Второе правило. Фокусируйтесь на том, что вы делаете прямо сейчас, на текущем переживании, забыв о том, что, допустим, вам надо еще приготовить ужин или проверить тетрадки, если речь идет о педагогах и так далее. Находите радость в простых удовольствиях, которые окружают вас настоящим. Третье. Принимайте себя таким, какой вы есть. То есть относитесь к себе так, как к хорошему другу. Не надо осуждать, не надо выносить резкие оценки. Ну, здесь, конечно, речь немножечко касается и бодипозитива, но это мнение психологов. Четвертое правило. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Когда вы вводите себя на негативных мыслях, постарайтесь сесть, сделать глубокий вдох и закрыть глаза. Сосредоточиться на своем дыхании, которое расслабляет и успокаивает. Ну, все вы прекрасно знаете о дыхательных гимнастиках и, возможно, многие из вас пользуются этим приемом. Вот эти правила простые, которые сейчас я озвучила, это те способы поддержания осознанности, которые может использовать любой человек. Ну, а нас интересует, будьте добры, следующий слайд, родительская осознанность. В чем она заключается? Родительская осознанность означает, что родитель в каждый момент времени понимает причины и последствия своих воспитательных действий и эмоций по отношению к ребенку. А не так, что под горячую руку какие-то совершить неправильные действия. Это значит быть способным ответить на вопрос, что и зачем я делаю, что я при этом чувствую. Вот здесь я хотела бы обратить ваше внимание на то, что вот дальше вы видите формулировку, что такое осознанное родительство. И вы наверняка в литературе сейчас встречали эти понятия. И осознанное, и ответственное родительство, и позитивное родительство. Вот здесь мы видим, что они очень тесно, по сути дела, переплетаются. Потому что осознанное родительство это комплексный подход к воспитанию ребенка, цель конечная которого вырастить здорового и счастливого человека, который любит окружающий мир, который стремится самосовершенствоваться и в конце концов самореализоваться. Однако на сегодняшний день в практике детско-родительских отношений очень часто встречаются следующие важные противоречия. Между целями ребенка и целями родителей. Они очень часто и не совпадают. Даже если мы будем говорить о таких микроцелях, небольших целях и более глубоких кардинальных целях. Между реальными потребностями ребенка и ожиданиями родителя. Между мотивацией и деятельностью ребенка. Вот эти противоречия необходимо решать осознанному, позитивному родителю. Как это нужно, можно делать? Будьте добры, следующий слайд. Следующий слайд. Инструментом, ведущим инструментом осуществления позитивного родительства, осознанного родительства, как бы вы это ни назвали, является диалог. Ну, казалось бы, мы все знаем о диалоге. Но в данном случае диалог понимается не просто как беседа, естественно, а диалог как система позитивных взаимоотношений родителя и ребенка, которая позволяет разрешать проблемы воспитания и его развития. И базовыми ценностями этих отношений являются взаимное уважение, любовь, поддержка, совместное удовольствие. Вот давайте мы с вами сейчас рассмотрим эти базовые ценности. Взаимное уважение. Взаимное уважение здесь, вот я просто хочу подчеркнуть этот момент, это и уважение к границам личности ребенка. Проявляется это в простых правилах, когда родитель не позволяет себе рыться в вещах ребенка, не позволяет себе читать его дневник. Ну, я имею в виду не дневник школьный, а часто дети ведут какие-то дневники. То есть это действительно очень тонкая материя, когда родитель должен настроить эти отношения, показывать, что он уважает его личность и его границы. Опять же, здесь так же, как я и говорила выше, ребенок, видя такое поведение в отношении себя со стороны мамы, папы, он будет не только уважать их за это, но и учиться самому такому поведению. Любовь. Об этом, казалось бы, можно и не говорить. Многие родители полагают, что это само собой разумеющееся явление. И что дети знают о том, что они, родители, их любят. Но это, безусловно, конечно, зависит и от эмоционального статуса родителей, потому что есть люди более сдержанные, более закрытые в своих проявлениях и наоборот, те, кто достаточно свободно, легко проявляют свои эмоции по отношению, особенно по отношению к ребенку. Но для ребенка важны эмоции, проявление любви, как проявление заботы и понимания, заботы и внимания, выраженные не только словами, но и тактильными какими-то действиями, то есть приобнять ребенка, погладить его по плечу и так далее. К тому же нужно понимать, что родительская любовь, она, безусловно, бывает разная. То есть, когда мы говорим о диалоге, о диалоге, который является инструментом осуществления позитивного родительства, мы имеем в виду партнерскую любовь, которая проявляется вот в скобочках, вы видите, я тебя вижу, слышу и чувствую, потому что люблю, уважаю и верю в тебя. Это проявление любви партнерской. Однако часто встречается любовь так называемая патерналистская. Я тебя вижу, слышу и чувствую. Я тебя люблю, а потому лучше знаю, что тебе надо. Это такая покровительственная, диктующая любовь. Ну и бывает еще и такая любовь, как жертвенная любовь. Я тебе всю жизнь отдаю, я тебя все делаю, забыв себя. Значит, и ты должен. Ну, думаю, понятно, почему в позитивном родительстве все-таки желательно проявление любви патернерской. В диалоге необходимы контакт и принятие без критики. Только тогда ребенок будет развиваться свободно и творчески, потому что критика, она как бы замораживает, во-первых, даже замораживает процесс мышления, замораживает проявление эмоций. Вот зачастую родители даже не осознают, как часто они делают негативные замечания ребенку, типа, ну, ты неумеха, да что ты вечно копаешься или сиди смирно и так далее. Есть даже такой факт, психологи в каком-то из экспериментов определили, что в среднем родители делают негативные замечания два раза в минуту или около 90 замечаний за один час. Представляете, какой ужас. Если бы нам, взрослым, так делали замечания. Позитивная обратная связь, позитивный контакт усиливает чувство безопасности и облегчает ребенку просто возможность думать. Вот как дать эту позитивную связь ребенку? Это можно делать и эмоционально, и содержательно. То есть проявлять эмоциональное отношение, например, тоже радость, когда ребенок вам что-то рассказывает о каких-то своих делах, о каких-то своих достижениях. Содержательно значит показать то, что вы слышите, слушаете и слышите, понимаете то, что вам говорил ребенок. Через какое-то дополнение, уточнение с помощью вопросов, структурирование того, что он сказал. И если ваша эмоциональная связь скупа, то дети угасают, как бы, а потом мы родители жалуемся, а что это он перестал нам рассказывать, делиться с нами и так далее. Ну и еще одно совместное удовольствие. Здесь я долго останавливаться не буду. Позитивные родители, как правило, проводят достаточно много времени с детьми за такими занятиями, которые приносят удовольствие и детям, и родителям вызывают позитивные эмоции. Вот это по поводу совместного удовольствия. Следующий слайд, будьте добры. Ну и вот позвольте тут показать вам пару упражнений, которые также мы предлагаем для использования на занятиях с родителями. Умеете ли вы слушать своего ребенка? Это проактивное слушание. Будьте добры, следующий слайд. Здесь извините, у меня просто от другого занятия этот слайд, я там не убрала. Про другое задание, вот упражнение активное слушание. Это вы можете разделить участников занятия родителей на пары, когда один участник выступает в роли подростка, второй в роли родителя. Первые номера, то есть подростки, заявляют о какой-либо проблеме. Задача вторых номеров разобраться в этой проблеме, используя приемы активного слушания. Общение продолжается три минуты, затем участники меняются ролями. По окончании работы в парах участники снова возвращаются в общую группу и делятся впечатлениями. И вот справа представлены вопросы для обсуждения. Что вам было интереснее, рассказывать о своей проблеме или слушать, как собеседник говорит о своей. Легко ли было слушать, легко ли было говорить? Какие приемы удалось использовать в диалоге? Насколько комфортно было общение в парах? Был ли установлен контакт между собеседниками? Какими качествами необходимо обладать родителю для установления доверительного контакта в диалоге с подростком? Приемы активного слушания я давала на прошлом занятии. Было там такое упражнение. Ну и еще одно упражнение. Будьте добры. Следующий слайд. Вот мы говорим о том, что позитивное родительство это то родительство, в котором мы опираемся на сильные стороны ребенка. Как научиться их видеть? Это тоже упражнение. Также работа в парах. Родители рассказывают друг другу о том, что получается хорошо у вас, у родителей. Что вы делаете все лучше и лучше с каждым разом, что приносит радость людям вокруг вас. Какие чувства вы при этом испытываете? И затем идет как бы ну такое зеркальное что ли отражение. Когда вы эти сильные стороны, которые вы сначала проанализировали у себя, вы анализируете у своего ребенка. Ребенок делает что-то хорошо. Эта деятельность дает ребенку энергию, прилив сил. Ребенок часто обращается к этой деятельности. Сильные стороны со временем проявляются все ярче. и они социально направлены. Окружающие обычно одобряют эту деятельность, благодарят за проявление сильной стороны. Однако здесь есть один момент, когда необходимо отличать сильные стороны, которые естественно существуют и естественно проявляются от заученного поведения. То есть от того, что у человека получается хорошо, он этому научился, это было почему-то необходимо со стороны родителей, со стороны педагогов, но это ему не приносит радости. Ну, общеизвестный пример. Родители хотят, чтобы ребенок занимался музыкой. У ребенка есть слух, у ребенка есть способности, но сами занятия в том виде, в каком они идут, они не приносят ему радости. Да, он ходит, он учится, но через, допустим, несколько лет, после четвертого класса, он говорит, все, больше не хочу. Итак, вот это задание, которое вы также можете применить на занятиях с родителями. Следующий слайд, пожалуйста. ну это вот имеет отношение к предыдущей теме сильных сторон ребенка. Здесь надо отметить, что идея вовсе не в том, чтобы не замечать слабые стороны, но в то же время адекватно оценивая недостатки и слабости, можно их компенсировать за счет своих сильных сторон. И если с детства человек растет в принятии, его принимают таким, какой он есть, и рядом с ним есть взрослые, которые видят его силу, его способности, его возможности и его желания, то способность справляться с какими-то стрессами, с какой-то критикой, с какими-то неприятностями и препятствиями, безусловно, ему будет облегчена. А постоянная фокусировка на слабости человека делает человека слабым. Ну, вот это собственно говоря все. Будьте добры, последний слайд, там у нас моменты рефлексии. И тут я просто хочу обратить ваше внимание на то, что быть педагогом, как и родителем это искусство, идеальных людей не существует, не стесняйтесь просить помощи и искать недостающую информацию, то есть это относится не только к родителям, как к воспитателям, но и к педагогам, как к воспитателям. И вот есть такой момент, психологи советуют, когда вот все, вы устали, настроение на нуле, возьмите листок бумаги и составьте список того, чем приятно удивили вас ваши дети, или ваш ребенок в семье, или ваши ученики в классе. Это и будут их сильные стороны. Ну, на этом я сегодня хочу завершить свою информацию и пожалуйста, вопросы. Вопросы, предложения. Валерий Сарай-Слан-Газиевна, спасибо за прекрасное выступление. Благодарим вас за то, что поделились ценной информацией о позитивном родительстве. Уважаемые участники, есть вопросы к сегодняшней теме? руки подняли. Разрешите, пожалуйста, микрофон включить им. Венера Нагимовна, Айгуль Байменова. Здравствуйте, коллеги. Гуль Сарай-Слан-Газиевна, спасибо вам большое за лекцию. Но у меня есть несколько вопросов, опять же, по организации. Меня слышно, да? Слышно. Да, вас слышно. У меня есть несколько вопросов по все-таки организации нашего центра, потому что ведутся споры в областной группе. И так как там с нашего района нас немного посещают данные вебинары, я пообещала задать эти вопросы, которые волнуют очень многих. Хотя вроде как и давали ответы не раз. Первый вопрос, самый главный, который вызвал много споров, это сколько занятий нужно проводить в год вообще. По восемь в каждом звене, как дает программа. Правильно я понимаю? Да, вы понимаете правильно. Так, давайте я коротко отвечу. Вы понимаете абсолютно правильно. Мы разработали по восемь занятий для каждой возрастной группы ступени. Вот, это восемь занятий в год. Восемь занятий в год в началке. Восемь занятий в началке, в среднем звене восемь. Да, 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 да. То есть двадцать четыре в год. Двадцать четыре в год, но это как бы не в одной же ступени. Это вот по трем ступеням, да. Да, да, я поняла. Восемь занятий в год. И второй вопрос. Ага, все, все, я второй вопрос. Просто это я не для себя, это для большого количества людей, поэтому простите, пожалуйста, может. Теперь не надо извиняться. Да, смотрите, мы составляем план, да, мы составляем план нашего центра. Вот что должно входить в этот план, кроме вот этих занятий, кроме занятий? Что туда должно еще входить? Работа клуба? Что туда, что там? Работа Донала Кмитеда, работа клубов, вот это безусловно должно входить в ваш план. Понимаете, как проект у нас экспериментальный, вы сами понимаете, раньше такого не было, потому что, в принципе, вообще раньше не шла речь о системном психолого-педагогическом просвещении родителей, а мы прекрасно понимаем, что это необходимо, потому что даже элементарно родители, многие, не знают возрастных особенностей. Потом, вы же будете, у вас там 20-30 процентов дается же на свободное, так сказать, ваше плавание, вы сами определяете, и, конечно, было бы, допустим, хорошо пригласить психолога, но и у нас тоже будут такие занятия, допустим, родители не знают о том, какой психотип у ребенка. Это понятно, что это знание профессиональное, но на простых каких-то вещах можно показать, что, допустим, ломать ребенка, который, ну вот, беспорядок у него, все, мать скандалит уже, до скандала доходит, что вот у тебя опять все разбросано, а это проявление определенного психотипа, и вот вы его убейте, но он не изменится, потому что такова, таков его психологический статус, и с этим как-то надо учиться жить, вот, поэтому, когда родители не знают таких вещей, то, безусловно, вот и получаются конфликты, получаются, страдают детско-родительские отношения, поэтому обязательно это необходимо, вот, но пока, пока, безусловно, это в первую очередь, надо постараться хорошо организовать вот эти занятия, вот, и заинтересовать родителей, пусть по сарафанному радио, они между собой, как говорится, получают эту информацию другими какими-то способами, в родительских чатах, ну, да, надо их привлекать, надо их заинтересовывать. Спасибо большое, еще один вопрос, Гульсаран Ислангазиевна, еще вопрос, вот клуб, клуб Даналык Миктебы, он, у нас, он должен иметь еще отдельно свою сетку занятий, да, то есть, как бы, вот он создан, да, допустим, какая-то веточка даже этого клуба, нам сказали, что для начала можно создать, допустим, клуб бабушек только, да, то есть, не все там вот эти вот ответвления, и у него тоже должен быть свой план, и тоже должна быть своя сетка занятий, да? Понимаете, вот клуб на то и клуб, что это свободная форма, потому что занятия в центре будете вести вы, педагоги, вот, а, значит, вы какую бабушку заставите работать по какому-то серьезному плану, нет, конечно, какой-то, безусловно, кто организует эту работу, безусловно, должен, наверное, делать, составлять определенный план какой-то, но, опять, это должно исходить от родителей, прежде всего, от представителей старшего поколения, что они могут дать, потому что среди них-то есть очень активные люди, и нам известно, что в школах работают советы отцов, советы тех же самых бабушек, допустим, есть примеры такого, но вот такого жесткого, жесткой системы организации, как занятия, более жесткой, скажем так, навряд ли это необходимо, клуб это свободная форма, и здесь больше как творчество, креативность педагогов и родителей. Спасибо большое за ответ. Спасибо. Ну, я высказываю свою точку зрения, у нас, значит, вам методические рекомендации, руководство, это все до вас же дошло, все эти документы, и под аналогами Тебы тоже. Ну, там, конечно, предлагаются темы, предлагаются темы, по которым можно проводить заседание этих клубов. Можно еще вопрос задать? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Большое спасибо за организацию таких интересных вебинаров. Все понятно очень, все жизненно. действительно, работа с родителями необходима. 500 детей. И у нас такая проблема, что у нас очень много многодетных семей, и родители одновременно, их дети учатся в начальном звене, в среднем, в старшем. Как организовать нам? Вообще, когда на родители, конечно, приходят у нас на собрание процентов 60, и в самом селе работы нет, в основном все родители работают в городе, добираются из совхоза в город, в Караганда, вот, и получается так, что процент небольшой посещения. И как нам организовать? Если придет родитель, у него одновременно ребенок находится и в первом в начальном звене, и в среднем, и в старшем, и ей что сделать? Или нам их совместно организовывать? Понимаете, как? Здесь мы думали об этом, потому что, да, для Казахстана это характерно, особенно в сельской местности, семьи многодетные, дети идут учиться на разных ступенях обучения, но пока мы мыслим так, что возникают какие-то проблемы, вполне возможно, допустим, больше с подростком, и родителю лучше на вторую ступень ходить. Но это, я еще раз повторяю, это экспериментальные вещи, и если вы в своем опыте что-то интересное в этом смысле придумаете, пожалуйста, с нами делитесь, потому что мы думаем, что на следующий год, допустим, мы уже будем немножко по-другому на все это смотреть, именно потому что мы получим первый опыт и сможем что-то переработать, что-то дополнить, изменить и так далее. Вот, это да, это серьезный вопрос, мы понимаем эту трудность, но пока мы думаем так, что если у него проблемы больше с подростковым возрастом, то тогда пусть идет на вторую ступень. вот. А еще интересно, у нас 10-11 класс, там по 5-6 человек всего лишь, тоже, как бы 10-11 класс организовывать отдельно, там всего родителей у нас получится 12 человек, например, тоже можно их собирать, и то не все могут прийти, с 5-ю человеками тоже тяжело проводить. Ну, когда группа небольшая, кстати, может быть, это и легче проводить, потому что там это уже больше такой, ну, более доверительный, может быть, где-то разговор будет, родители будут раскованные, ну, тут сложно сказать, поэтому попробуем. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Количество преподавателей, сколько должно быть в центре поддержки? Ну, это зависит от контингента учащихся, от размера школы, как бы так жестко, жестко это мы не можем определить, просто должна быть, должен быть определен прежде всего состав рабочей группы, который будет, насколько я помню, по руководству, руководить завуч по воспитательной работе. Вот. Ну, может быть, так, коллега, мой модератор что-то хочет сказать по этому поводу. Еще вопрос. Вы сначала должны создать рабочую группу, да, да, это понятно. Входят, получается, психологи, социальная педагогия ваша, те, которые пришли к курсу, вы можете туда добавить. Курсы, если только один человек. Вы сами составляете список именно, вот сколько человек, может, до 10 человек вы составите, да, можно больше. А больше можно, да? Да, конечно. Дорогие идеи вообще. Здравствуйте. По рабочей группе. сказать. Когда работал курс, когда курс был открыт, нам сказали, что там определенное количество людей должны участвовать. Но наши классные, многие классные руководители, мы не смогли туда записать, потому что сказали, что там определенное количество там уже принимают. у нас школа большая. Коллеги, можно я добавлю? Значит, определенное количество здесь, конечно, имелось в виду, что это должна быть такая не очень большая группа, как ядро, понимаете? Потому что эти люди, которые сами прошли курсы, сейчас мы же не можем за один год обучить всех педагогов, всех, допустим, классных руководителей. Вот. Значит, вы должны будете работать с ними, с остальными, с теми же классными руководителями, допустим. Вот. Но просто вот эта группа мыслится именно как ядро, которое будет организовывать работу центра. Вот. Если посмотреть по приказу, в приказе же у нас стоят социальные педагоги, руководители. По организаторам мы состав рабочей группы включаем. Мы тоже 2-3 человека находимся. А вот по презентациям выступающих мы же не включаем, или включаем. Выступающих по презентациям? Да. Не поняли. Я не совсем поняла. Нет. Ну, по темам у нас же темы по каждому занятию. Мы должны коучинг провести со своим коллективом, выбрать команду общую. Вот. И та команда, которая основная, это у нас руководитель ЗДВР, да, директор школы, допустим, психолог, социальный педагог. Вот, допустим, если настроена курса, классный руководитель и ЗДВР-психолог, мы создаем свой коучинг, проводимся с этой рабочей группой. Рабочую группу мы отобрали, допустим, на среднее, старшие, младшие классы, классных руководителей взяли на двух языках. Да, мы тоже вот так сделали рабочую группу. На 500 детей, грубо, у нас вышло 10 человек, рабочая группа. Ну, вот у нас как раз 2000 детей. Вот, а у вас больше будет, потому что коучерам мы будем обучать, а они пойдут дальше. Мы просто сами, внутри человека, не сможем ядро. Поэтому его надо расширить. Поэтому я спрашивала. Еще такой момент, можно спросить. Вот, на казахском языке скидывали приказ, и на русском скидывали, на казахском языке приказ о создании клуба Доналок, да, центра поддержки в школе, есть родители, и там есть приложение, казахстанде бар. Допустим, план работы для школы, для классного руководителя, да, потом есть, для соцпедагога, все вот эти документы есть на русском языке, я не нашла. Вот, говорите же, надо составить свой план работы. Разве он у нас нет, его нет, его на основе, него же можно, вот на русском, если есть такой документ, можно было в Чацкино. Вот такой момент. Извините, Жанна Маратовна, мы все документы отправили вам на двух языках. Вы именно какой документ спрашиваете? Вот приказ, помните, приказ был о создании, вы еще сказали, нужно концом сентябрем его именно в школе создать. Да, 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 да. Да, до 1 октября. Вот мы создали этот приказ. Ага. Вы на казахском, да, вы нашли? На русском, да, на казахском нашли мы, а на русском вы нам отправили сам только приказ и на казахском. А если как-то приложение к нему, и в приложении есть планы работ как раз на всех. Вот говорят же коллеги, что надо, как создать этот план. Вот этот момент. На русском языке можно вот эти планы? Все хорошо, мы вам отправим в чат все документы на двух языках. на русском языке. Да, все. Рахмет. Так, да, срок Тармс Бармас, есть вопросы? Да, извините, я хотела вот задать вопрос. Получается так, что мы должны проводить, значит, одно мероприятие в месяц, три мероприятия, один в начальной школе, другой в среднем и в старшем звене. В старшем звене. Получается, это вот три мероприятия в месяц, так? Да, да, да. Все, в этом мероприятии. В этом мероприятии. Можно интегрировать, да, задание, получается, мы же сейчас отстаем немножко, мы можем интегрировать, наверное, на неделе, допустим, которую мы пропустили, мы интегрируем три занятия, допустим. Сентябрьские по плану у нас же идут еще, сейчас октябрь идет. Мы пока будем интегрировать. Мы тоже в сентябре пошли. А как вот в плане... Здравствуйте. Здравствуйте. Я допустим на... Можно еще один вопрос? Я... Когда мы писали... Не должен ходить. Мы включили... У нас были родительские гостиные, правильно? В родительских гостиных я уже написала была тему семинаров, в которых встречи с родителями. Ведь они у нас и были. Они что теперь? Мы, значит, теперь не проводим же, да? Просто из-за опыта проведения родительских гостиных я могу сказать, что очень тяжело вот привлечь, чтобы пришло как минимум для тренинга, да, 15 человек. Вот, потому что всегда родители ссылаются на то, что у них времени нет и так далее. Вечно они куда-то торопятся. Вот, я вот, когда работала в начальной школе... Ну, я и сейчас продолжаю работать в начальной школе, но вот родителей звать это не просто так было. Мы сложились по времени вот именно с 11 часов в 11 часов до часу 30, потому что в это время они забирают своих детей. и в основном тоже вот такие прилежные родители участвовали. А вот те, кто как раз-то с проблемными дети, которые их родители должны были бы быть там, они вот у нас как бы тяжело было их завлечь, одним словом. Коллеги, это, конечно, самый, может быть, больной вопрос. Просто понимаете, все, что касается сознания человека, меняется очень медленно. А ведь мы с вами как раз и, по сути дела, своей вот этой вот своими работой центров поддержки родителей, мы как раз главную-то целью ставим изменение родительского мышления, изменение родительского сознания. То есть это постепенно, это как-то, так сказать, делать надо. Вот. Но чтобы быстро это получилось, чтобы все несознательные родители, быстренько осознали и пришли, боюсь, что этого не будет. Это постепенная дорога такая. Вот, допустим, одно мероприятие, вот всего в месяц три мероприятия, может считаться уже мероприятием, если мы, допустим, сделаем какой-то ролик, видеоролик, и впустим его в чат родителей. И какое-то тестирование в гугл-формате, это тоже будет считаться, или же все-таки нет? Понимаете, все-таки программу мы составили не просто ведь так, скажем, а мы составляли, исходя из тех проблем, которые существуют в детско-родительских отношениях. Неужели родители не интересуют, допустим, безопасность детей в интернете, или те же самые проблемы буллинга? Вот, потому что, к сожалению, дети сейчас с этим сталкиваются. И если родители не видят этого у своего ребенка, то груш цена таким родителям, извините. Вот. И поэтому, понимаете как, вот это, извините, я уже высказываю абсолютно свою личную точку зрения, потому что, к сожалению, в наших школах воспитательная работа идет в старом консервативном понимании. Мы мероприруем по направлениям. Я понимаю, что это не ваша вина, а ваша, скорее, беда, потому что есть направление, от вас требуют отчета, значит, контролирующие органы. И вот эта система, которую никак, к сожалению, пока не удается переломить. Вместо того, чтобы создавать в каждой школе индивидуальную, только для этой школы характерную воспитательную систему, без вот этих вот сумасшедших мероприятий, 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 по которым требует отчет, мы вот, к сожалению, занимаемся этим. Но еще раз повторяю, это моя личная точка зрения. Вот. Поэтому я не знаю, как вы будете считать эти мероприятия, тут уже просто программу центра, ну, выполнять надо. Да, здесь вот я просто еще хочу добавить, да, конечно, что некоторых родителей сложно будет заполучить, но мы еще надеемся и создать систему дистанционного, как бы, ну, не обучения, но чтобы эти материалы, в которых отражаются эти проблемы, были и в интернете. Мы уже начали снимать и размещать видео, ну, там, по сути дела, видеолекции пока, вот, но будут и другие видеоматериалы по этим проблемам, ну, уже если родители совсем не могут приходить, они могут, в конце концов, к интернету. Можно вопрос задать? Уважаемые коллеги, к сожалению, у нас сейчас отключится зум, вот, нас предупреждают. У вас какой вопрос? У меня вопрос с тобой. Можно спросить? Вы только сейчас сказали, что вы скинете информацию на русском языке, примеры планов, в какой-то чат. А, например, я не состою, может быть, в этом чате, как я их могу получить? А вы... Такая область. Как вы тогда ссылку брали? Можно в чат, в единор отправляем, и где методисты чат? А методисты уже потом по школам, да? Да, конечно. Все понятно, спасибо большое. А можно еще один вопрос, пожалуйста? Вот темы же есть, которые по классам, например, с первого по четвертым, три звена, да? Вот эти темы психологи сами должны проводить? Или там включается, как социальный педагог должен можно провести и заучи воспитательной части? Скажите, пожалуйста, объясните, пожалуйста. Это распределить надо по классным руководителям, скорее всего. Нет, по классным уже... Обучить сначала, дать ссылку эту, которую нам дают коллеги. Нам же дают с центра ссылку. И нам надо обучить наших коллег, провести с ними коучинг. А потом классным руководителям по звеньям распределить один месяц, один классный руководитель, два класса. У них же они проводят... У них свои темы же. Наверное, не поняли. У нас же ссылка есть, мы оттуда всю документацию берем. Зарегистрироваться надо именно вот на этом сайте. И оттуда взять материалы. Я думаю, тут в помощь нужны классные руководители, мы все сами не охватим. Правда, правильно вы говорите. Там как бы графт составить или как там, по два человека, наверное, на каждое крыло, на каждое звено. На каждое класс? Да, на каждое звено. Извините, пожалуйста, у меня вопрос. Уважаемые коллеги, кто должен проводить эти родительские собрания? У нас уже отключится зум. Спасибо всем за участие, за проявленный интерес. Встретимся в пятницу. Если есть какие-то вопросы, можете задать именно в чате. Мы ответим вам обязательно. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Слава Богу. Сейчас, сейчас. Односторонне же, как можно задать вопросы? До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...